Здесь, значит, такая странная задача, которую, уже знаю, не по математике, а на жизненный смысл, которую, может быть, кто-то что-нибудь преддумает неожиданное. Это откуда в жизни берутся окружности? То есть вообще, если посмотреть вокруг, то много самых разных предметов не меняется окружностью. Значит, да, и тут целый список я в твое время составил, может быть, вы его знаете. Сказать, спросите почему? Колеса и велосипед, да? А, ну, колеса, ну, что-то колеса. Что? Машина и колеса. Ну, машина, колеса, колеса там, ну, че? Колесо под зрение. А, да. Значит, есть еще... Итак, колесо под зрение. Это и другой вопрос. Колесо под зрение. Чувствует. Круги на воде. Если бросить камень, то отручим козьмам рудков. Надо следить за кругами образующиеся, иначе из лечения будет пустой запах. Красиво. Круги на воде. Чувствует. А, ну, вот часто плавают круглые циферы планы. Нет. Что? Червое. Там луна круглая. Луна круглая. Солнце. Ну, или солнце. Капля. Капля не круглая. Ну, если маленькие капли, а не круглая. Ну, или там пузырь. Держать вверх. Пузырь пузырный. Что еще бывает? Нарисованные на носке. Ну, на носке мы специально нарисовали. А, стволы деревьев? Они не круглые. Ну, так, примерно круглые. Монеты. Кто из вас видел граммопластинку? А, я. Видели. Ну, начинаем вы загреть, а еще она тоже круглая. Диски. Ну, и компакт-диски тоже бывают. Но компакт-диски внутри мы не видим, что нам с ними делать. А граммопластинка, вещь понятная. Она крутится, и на ней игла как шипит. Нет, значит. Уши. Рулон-банк. Уши? Ну, это не у всех уже круглые. Панцирь в литке. Что? Панцирь в литке. Ну, панцирь в литке не. Она у литка такая... Розетка. Давайте крышки от банок. Тоже. Кошки, но... Даже, между прочим, если вы заметите, если побывает такая, ну, всякие там, горчицы или что, Проводается в квадратных банках. Но почему-то крышки в этих квадратных банках все равно круглые. Синяк круглый. А вот чаще всего круглый. А вот чаще всего круглый. Что? Синяк. И не... Да. Повреждения, как ни странно, чаще всего круглые. Нет, извини, я думаешь, понял. Ну, это тебя несколько раз ударили, я не понимаю. Но это одного удара, а повреждения круглые. Так, хорошо. Давайте, может ли, кто-нибудь объяснить, почему он некоторые, хотя бы некоторые из этих квадратов круглые. Ах. Ну, давайте, по-моему, через эту веточку. Вот про какой квадратный диск есть? По одному. Ну, как диски, компактные диски. Ну, или грампластинки. А, да. Да. И прочее, осуществляете ли я, поскольку просто нужно попробовать водить этот диск, а... Как устроена грампластинка? Там приедет канавка такая, в ней. И в эту канавку ставится игла. Да. И иглепка, что он проигрывает в пластинке. Да. А пластинка крутится. Соответственно, если бы игла, канавка, пластинка была бы не круглой, и канавка была бы квадратная, то что было бы, и иглепа приходит все время двигаться, отходить, приближаться. И это было бы очень удобно. Поэтому канавка должна быть круглая. А, ну, иногда так бывали, да, и раньше грампластинки. Ну, и сейчас иногда бывают такие компактистские формы, как прямоугольничка, кредитные карточки. Но на самом деле канавки там все равно, естественно, круглые. А просто вот это самая штучная квадратная. Так что программная стенка разобрались. Так, вы что-то знаете. По лицу велосипеда. Так, про что? По лицу велосипеда. По лицу велосипеда. Зачем его делают круглым? Вот, вот есть дорога. Есть дорога. Ну, на зелядке, наверное, на лицу есть дорога. А вот на ней, представляете, что велосипед был бы с квадратного. Да, да, с каим кунинг. Что был, почему был бы у него? А был бы на ней, наверное, чтобы... Да. А тебе, на поле, чтобы он просто катит. А кто на него был бы именно? Ну, что квадратное колесо тоже может катиться. Почему бы ему не катиться? Ну вот берем квадратный колесо, берем что-нибудь такое, он будет катиться. А почему же так? А колесо встал и все, потому что ничего не будет делать. А колесо это надо само катиться. Ну хорошо, мы можем так проще сказать. Представьте, что вы ездите на доске с квадратными колесами. Что вы будете чувствовать? Тряск. 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 Потому что когда колесо вот так, оно на высоте вот этой. А когда колесо повернемся в облак, то естественно оно будет вот, ну, уже на высоте вот этой. Есть понятие «Центр тяжести». Ну, не важно даже «Центр тяжести». Куда там будем мы? Нет, даже если колесо невесомое, проблема в том, что нас будет время трясти. Ну оно весомое. Ну и оно само будет трястись. И мы тоже весомые. Да. Поэтому колесо велосипеда, просто для удобства, чтобы оно лучше катилось, их делают крутые. А спрашивается, почему колесо... Ну ладно, что еще? Ну кто еще и не говорит? Давайте... Нет, правда, круги на воде. Нет, круги на воде. Да, почему круги на воде? А, конечно... Давайте, когда колодуслужа, давайте мы его послушаем. Круги на воде. Вода что-то упала, бросили камень. И чего? Я разорнал болелку, и они примерно все пошли. Ну, примерно с одной скоростью. То есть, на самом деле это не скорость болелку, но по воде начинает видеть такая волна. И, как бы, от центра круга во все стороны начинает раскатиться волна. И она проходит во все стороны на одинаковое расстояние, и поэтому не получается окружности. Правильно. Но, в общем, можно сказать так же. Поскольку мы бросаем камень, то естественно, что будет какая-то симметричная фигура. И, как бы, в том числе, то есть, и, 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 Если вы видели канализационные лухи, у них бывают крышки от люков. Я не знаю, видели вы или нет, но в большинстве городов они круглые. А здесь есть и квадратные. Здесь есть и квадратные, но это все-таки редкость. Хорошо, значит, вы можете обвесить про крышку от люков. Чтобы крышки не подголвали, потому что если она, например, квадратная... Представим себе, что вы кинул в дуле и сделали крышки квадратные. В чем тогда была бы проблема? Она была бы в лапу, когда в грузе упасть. Нет. Да. Крышки делают... Сейчас, подождите, давайте посмотрим. Пусть имеется квадратная крышка от люка. В чем опасность этого дела? То, что люк... Да. Приходит злобный школьник, тихо ночью. Поднимает крышку и что он делает? Поворачивает. Он ее поворачивает вот так вот. Да. И узкой стороной по диагонали отпускает в люк. И все, крышка упала. Ее надо с утра доставать в бригаде сантехники. А если она круглая, то, как или не в любом направлении, этот самый круг... Собственно, что это не сможет. Да. Что бы он ни сделал, она просто не пролетит. И... У меня вопрос. Да. Всегда это значит круглая, чем вот такая двасса, чтобы она не падала. Ну, с небольшим запасом делала. Ну, там не очень большим запас нет. Там, ну, есть перекрытка, там в окно столько вот такая крыша, но можно столько там покрасить. Если бы она была квадратная, то этого бы не хватило. Да. Ну... Значит, крышки от люков, понятно, делают круглыми, чтобы они не падали. Так. Так. Подождите. Давайте, давайте вы теперь. Циферблат. Циферблат. Почему? Ну, для того, чтобы стрелка шла не останавливая. Ну, не то, чтобы она шла не туда. Естественно, что стрелка ПВА еще играется. Но если бы сделала этот циферблат квадратным, то все равно в нем будет... Ну, как иногда я делаю. Но все равно в нем будет полезно использоваться, только стрелка не будет доходить до края, потому что она остается той же длины. То есть, если надо будет написать цифры по краю, пока она пишет, то... Ну, это просто будет неудобно, потому что стрелка будет труднее прочесть, где она находится. То есть, циферблат, он будет, потому что стрелок крутится. Конечно, первые часы были в столбе очень долго. Да. И первое время тебя летали по Солнцу. Да. И что? Да. Ну, нет, нет. С часами там, на самом деле, это отдельный разговор. Почему? Ну, если вы увидите, посмотрите, что они устроены так, что там вот есть такой постамент этих часов и стоит. Это палочек, который отбрасывает тень. Стоит на полу. Кто-нибудь, кстати, знает, насколько сильно нагнат на планеты? Да. А если мы вертикально поставим, что не будет падать тень? Да. Почему? Почему это будет не заметный тень? В полдень. Если мы поставим палочку вертикально, что в полдень тень не будет? Нет, это 6 тень не будет. Это значит, что Солнце должно прямо сверху. Это вообще так, даже в тешних широтах не бывает. Уж не говоря про Алисея. Так что это отдельное дело. Ладно, давайте пока про солнечные часы забудем, это большой разговор. Что еще? Какие другие? Да. Монеты иногда бывают квадратные в этих странах. Квадратные? Да. В какой же этой стране монеты квадратные? Бывает, бывает. В общем, очень много. В древности монеты очень часто делали квадратные, в древности шестомбольные. В Англии действительно дело более хитрое. В Англии действительно дело более хитрое. В Англии дело более хитрое. Но, как вы думаете, зачем только монеты? Ну, почему хорошо круглые монеты? Потому что они катаются и могут загадываться в разные щели. Да, это важнейшее свойство монет, конечно, поддерживать в разные щели. А может кто-нибудь знает? Скажем, если вы видели такие автоматы, в которые монеты бросают? А-а-а! Ну да. Когда я бросил, квадратная монета, она просто снится и все. То есть... Там все-таки надо бросить... Там эти автоматы проверяют, чтобы бросать правильную монету. Как они проверяют? Она должна проходить через щель правильного размера. А квадратная... И не проходить через щель меньшего размера. То есть они проверяют, что монета не просыпается, куда она не должна просыпаться. А также, что она проходит через пещеру, которая назначена. А если... Вообще-то квадратную еще легче было бы проверять. Надо было бы впихнуть монету, и после этого она должна была бы, что значит, провалиться в квадрат. Нет, монету бросают все-таки. Ее нельзя требовать от покупателей, чтобы они вставали монету очень ровно. Почему? Нет, я думаю, что это не аргумент. Проверяющики могли бы научиться и так проверять, и так, и семеугольник научились бы проверять. Ну, давайте я скажу причем. Круглые монеты хорошо тем, что их можно проверять и к размеру в любом направлении. А как вам задача выдавать монеты? Что? Как вам задача выдавать монеты? В смысле? Ну, а... Нет. Выдавать-то как раз просто, они там сохранятся. Достуденство монеты определяется ее диаметром, поэтому все нормально. Стоп. А мы садим пику? Да. И бросим, как? Один уголь. А пика же по диаметрам меньше, чем уголь. То место, где нужно. Она проходит через меньшую дырку и вылетит обратно вниз. И ничего не опасается. Нет. Я не знаю, реально много ли там дырок или какой-то механизм, но реально измеряют ширину монеты. Нет. Они умеют изучать бумажку, если на ней напишешь что-нибудь не то, то они ее не воспринимают как деньги. Поэтому... Современные проверяющие... Современные проверяющие... Но тем не менее стандартные монетные автоматы были уже давно без всякой электроники. Это было чисто механически. Ну, я могу сказать для знатоков. Почему в Англии бывают циклеугольные монеты? Почему? Потому что они постоянной ширины тоже. На самом деле, не обязательно делать круглую штуку, чтобы она была во всех направлениях инаковой ширины. Ну, можно было бы сделать треугольник, правильно нарисовать просто хитрые окружности с радиусом вот здесь. Вот так вот. И тогда бы она тоже во всех направлениях была одинаковой ширины. То есть, можно было бы, врачей, треугольнировать? Да. И в Англии как раз в монетах там нет треугольник, правда, а самоугольник. И кроме того, у них нет расписания закругления. Но это тоже, кто же, они постоянно ширины. Поэтому я думаю, что это связано с возможностью проверять их как качество. Ну, достоинство. Хорошо. Ладно. С монетами разобрались. Что еще? Про что еще мы знаем? Да. Колесо обозрения. Колесо обозрения. Почему бы не делать, в самом деле, не делать квадратное колесо обозрения? Было бы даже как изысканно, что вот там люди, оно так вращается, и оно так вращается. Ну, если вы как-то найдете, то есть, что внуки можно срезать, то есть, что мы должны сделать квадратное колесо обозрение. Ну, и что, можно продавать венеры на уху немного дороже. Ну, в чем будет проблема с колесовым обозрением? Вот если вы инженеры, представьте, что вам приходит человек и говорит, что он в парке, владелец парка, и он хочет соблюдаться и сделать круглубольное колесо. Что вы ему скажете? Почему этот план неправильно? А, потому что в колесе в круге везде одинаковый вес, а если квадрат такой большой, то в углах будет он тяжелее, чем в центре. Ну и что, если мы его потом вместим в центре, он все равно будет устойчив. Центр тяжести будет здесь. Я хочу, чтобы квадратное колесовое зрение будет не крутиться. А почему он не крутится? Я не сделаю, а почему он будет крутиться? Это коколик, который будет разъявлен. А, нет, понятно, что он уже... Да, разъявлен, конечно, следующее. Для того, чтобы мы не зацеплялись под землю, его нужно поставить повыше. Ну а что тогда? А люди будут при повороте вставать вверх головой? Нет, нет. Люди, естественно, улучшены колеси обострения. Они сидят в калиниках. Они не привешены тактиками. Заодно выдерживают. Да нет. Вот эта калининка. Она будет делать в 360 градусах. А она и сделает. Сейчас не было никогда на колесе обострения. Но вообще-то в настоящем колесе обострения она привешена. Она висит вниз. Ну послушай, это что такое? И действительно там вокруг оси вообще. В общем, я тебе покажу. Нет, нет, нет. Кобинка на колесе обострения не то, что вы садитесь на колесо обострения, но после отчаяния сделайте смены выбрасывать, и вы просто другая минарами. Нет, нет. Но проблема в чем? Нет, нет. Ага. Немного ведь истинга. Истинга. Первый два. Он процент. Корезь. Может быть, есть одного. Разорова. Так, а с college селом селома, вещество, поселёт, Хорошо. Четыре слова по зрению собрать. Да. Чего еще? Какие еще вы можете объяснить? Крышки от банка. Снято. Это блядь. Кофе. Давайте про крышки от банка. Кто-нибудь понимает, почему странным образом так, как квадратная банка, делают круглую крышку? Чтобы открыть крышку. Да? Естественно. Если крышка будет, они же заворачиваются. Ясно, что если будет квадратная крышка, то... Я понял, что ты еще. Ее просто нельзя будет не пропадать. Нет, конечно, можно сделать экзотическую квадратную крышку, но внутри будет все-таки круг. А, нет, можно. Тогда она должна обязательно становиться правильной. Потому что, если ее чуть-чуть не так она будет, то банка будет странным. На самом деле, это правильно. Если вы посмотрите, бывают банки от кофе растворимого, которые квадратные, и у них крышки тоже квадратные. Но если открыть внимательно, если посмотреть на банку, то странным образом внутри банка круглая и крышка круглая. И это не случайно? Я понял, что это про синяк. Да, про синяк. Почему же круглая синяк? А как возникает синяк? Это как сосуд рвется. Кровь, значит, из него вытекает. Да. И она вытекает во все стороны. Одинаково. Вытекает во все стороны. Ну, диффузия там, все возможные. Ну, и когда первый круг боя уже в один стал нужным цветом. Но из рамки-то все равно еще идет. Поэтому у его еще... Но почему она идет, казалось, круглая, вниз разумнее течь, а не... А потому что... Это внутри организма. Внутри организма там сил тяжести не особо действует. Там другие положения. Внутри организма там жидкости. Там диффузия и все что-то. Мне не нравится. Значит, тут у меня нет точки зрения. Я говорю, что ваша теория требует дополнительных исследований, в том числе, тогда никто не может произвести в опытное время. А я буду проверить опыт. Нет, сейчас мы не можем. А если не управлять его? Ну, производить опыт, потому что, первое, потребует большого времени. А во второе... А если у меня есть... Хорошо. Не надо. Не надо. Это ты кладываешься картину, мы не выдержим. Нормально. Десяток синяков прикладывается. Хорошо. Теперь остаются разные физические явления. Стволы, пузырь, капля, луна. Какие-нибудь есть у тебя гипотезы? Луна. 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 Есть, кстати, интересный опыт, может, вы можете проделать сами, быть может, если это вам удастся, как сделать большую каплю, чтобы наблюдать за этот эффект. Надо взять жидкость, которая не смешивается с водой, но имеет примерно тот же самый вес. То есть можно взять какой-то органический растворитель, я не помню какой керосин, что ли. В общем, в музее науки это есть. И в соленую воду подобрать соленость воды, чтобы она как раз была... Там есть такой эксперимент. Это такая образуется капля, которая прямо висит в воде, и она очень красивой, круглой формы. Нет, там у них проще. Там у них просто бутылка, и там две жидкости разной плотности, разного цвета. И когда ее вставишь, после этого переворачиваешь, ну, они там не полностью висят, но пробручиваются таких... А, получаются такие большие капли? Большие капли. Еще есть тем, если, например, на океан, как на океанах, я лечу, подводные руки, залил чек, да. Мало проще, проще. Если выжить туда немножко с полипидов, то они тоже будут из-за того, что... Воздуха, если дать, то воздушная всплывающая капля. Нет, не с полипидами, но масло. Ну масло тоже хорошо. Нет, потому что одна им вручает и не тягивает с вадонью, другая на океанах, а они пытаются делать то, чтобы их хвосты... Это, Коля, про то, что живые клетки чаще всего клубные формы. Ну, нет, это я, пожалуй, не короче сказать. А с новыми почему пробовали? Как вообще растет дерево? Сначала... У нас какое-то маленькое дерево. Да. А как оно растет? Откуда там берется новое вещество? А сейчас мы ему нужно больше конья, чтобы питаться, как говори. Нет, но вы знаете, что оно растет с края, потому что там есть кольца. Да. Кольца. На самом деле, дерево, которое внутри, а то там твердое, и больше расти не будет. Годовые кольца, а не годовые квадраты. Да. А каждый год сверху нарастает немного со всех сторон. Да, одному конченному году. Ну и, ну, это кольцо, конечно, из многих клеток, но я думаю, что, ну, вообще говоря, если дерево есть какие-то специальные условия, то ему во все стороны растет примерно одинаково. Хорошо, поэтому каждый год нарастает одно и то же, одно и то же количество, поэтому получается круглая. Ну, более-менее про все мы объяснили. Ну, еще можно объяснить про рамку, если вы видели, но это сложный вопрос, надо знать физически. Почему рамку? Солнце было бы неоднородное, то ему было бы выгодно вот эту часть присутствовать. Возвращение к системе, а в белой планете они везде были бы неудобными. Ну, а вот это как-то проходит. Ну, до того, когда у него где-то не то, что он подстанет во время тела льда сделать, ну, вот это все, конечно, не так и, конечно, мы-то не так и не так и, так и, конечно, не так и, конечно, не так и, конечно, люди везде находятся и ходят, вероятно, но мгновенно, или даже не только в этом, но и другие, даже и другие. Это соображение распространится по всем остальным теснам. То есть им выгоднее, вообще по физическим соображениям, выгоднее... Хорошо, ладно. Значит, откуда возникает окружность в природе, мы разобрались.